Андрей Андреевич, сейчас отмечается, будем откровенны, активность россиян на нескольких направлениях на поле боя, и многие это связывают с тем, что Путину к так называемым выборам нужно что-то показать, показать какой-то результат, какие-то тактические успехи. Вы как относитесь к такой версии? Ну, именно так и есть, конечно. Почему Авдеевка? Потому что для него самый болезненный вопрос это показать, что он хотя бы может восстановить контроль над Донецкой области, в пределах этой области в составе Украинской Советско-Сатистической Республики. Ну, опять же, мы видим, что это в рамках, все это происходит в рамках того же Стейлмейта, который, как я полагаю, будет в ближайшее время сломан, получение в достаточных количествах дальнобойных ракет ЭТАКС и истребителей Ф-16. Кстати, вот еще одна тема эксплуатирования сейчас антиукраинской, это разногласия Залужного и Зеленского. Ну, во-первых, я скажу, что история всех мировых войн показывает, что отношения политического руководства и военного никогда не бывают безоплощными. Но это генетически заложено, это разный взгляд у людей, политический взгляд на проблему и чисто военный. Это происходит и в тоталитарных государствах, и в демократических. Ну, в тоталитарных это решается обычно либо военными переворотами, либо расстрелами генералов. Достаточно примеров и в гитлеровской Германии, и в Советском Союзе. Но мы помним, например, классический конфликт во время Корейской войны. Корейская война, кстати, она очень важная. Это была первая такая прямая война Соединенных Штатов и Советского Союза. Советский Союз участвовал в этой войне, авиация его работала. Был очень острый конфликт между Троманом и Гермакомандующим Маккартером, и в конце концов Троман снял Маккартера. Так что отношения никогда не бывают безоблачными. Но вот смотрите, а в чем, собственно, я не вижу сейчас принципиальных разногласий. Вот на днях у нас здесь в Вашингтоне был руководитель офиса Ермак. Вот он, по-моему, очень конструктивно его визит прошел. Он встречался в администрации с Блинкиным, с Элливаном. Он выступал в Хадсен-Институт, очень уважаемый Сенгтен. И, в общем, его основной мотив был оружие, 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 оружие. Ну и чей заказ он артикулировал? Зауженного или Зеленского? И того, и другого, естественно. Я не вижу оснований для спекуляции о каком-то непреодолимом конфликте в украинском военно-политическом. Я вижу другое. Вот вы уже говорили о западной прессе. Дело в том, что, к сожалению, очень болезненный фактор. Вся так называемая качественная американская пресса, это Нью-Йорк Таймс, это Вашингтон-Пост, это, я не знаю, там, Хилл, Ньюс Вик Таймс, она находится под контролем леволиберального крыла динократической партии. Эти люди категорически против Израиля и против Украины в этой сейчас уже абсолютно очевидной всем четвертой мировой войне. Это характерно вот для этой леволиберальной тусовки. Это выпускники обычно лучших американских университетов, так называемой плюшевой лиги, где уже лет 40 господствуют такие прокоммунистические профессора. И они их воспитывают в духе виновности Соединенных Штатов перед угнетенными народами мира и так далее. Ведь особенно в отношении Израиля дошло до невероятных вещей. Слушайте, выяснилось, что бандитов, напавших на израильские сибуцы, сопровождались с самого начала корреспонденты. Слушают Нью-Йорк Таймс, Би-Би-Си, Рейтер, Ассоциейтед Пресс, которые снимали все эти издевательства над пленными. Они были заранее приглашены хамазовцами. То есть они были часть участниками этой кампании. И когда израильские правительства обонародывают эти факты, эти газеты возмущались даже. Что такое? Вы говорите, это наши корреспонденты, это возмутительное обвинение. Под большим нажимом они вынуждены были от них как-то прервать с нами контакты. Ну, в общем, все, почитайте, посмотрите ту же сцену. Мы смотрели вчера события вокруг этой больницы. Все подается с точки зрения Хамаса. С точки зрения Хамаса, все по существу, эти левые издания, они являются пропагандистами леском Хамаса. А что касается войны в Украине, все они, вот, все эти статьи, ну, апофеозом, знаменитая статья, по-моему, в прошлый раз обсуждали этого Шустера, статья в «Таймс». Апофеозом – основной мотив, что Запад потерял интерес к Украине, наступление провалилось, Украина никогда не способна победить русских. У них там очень серьезные внутренние разногласия, у них коррупция, у них все. И давайте переговоры оставить, делать большие территориальные услуги. Это мы слышим от «Нью-Йорк Таймс», от «Вышенпост». Ну вот, слушайте, я уже устал об этом говорить, но я снова, я вижу, видя вчера опять обсуждение в Конгрессе, в Конгрессе, вот эти десяток трамповских людей, они просто повторяют наизусть статью вот этой марази, иначе назову, Изабелла Хардишиан, которая сидит в Киеве, возглавляет… Ида Симоньян. Да, возглавляет бюро «Вошингтон Таймс», и вот они все повторяют сейчас. Она две статьи написала, разоблачающие преступления украинских спецслужб, якобы такие чудовищные, создавшие эти спецслужбы ЦРУ, оно пришло в лыжность, что теперь Украину никогда не примут ни в НАТО, ни в Европейский Союз, ну и это же… Этим они обосновывают свои пробуксовки с помощью, с представлением финансовой и военной помощи Украине. Ну вот, сколько можно терпеть? Вообще она занимается агентурной работой, она собирает какие-то сведения от сотрудников украинских спецслужб. Ну, как минимум ее нужно выгнать немедленно. Это же последние две ее статьи, это по философу, но я же помню, у нее нет ни одной статьи, благожелательной к Украине. Ну, вот эта позиция вот этой левой тусовки, она антиизраильская, антиукраинская, потому что она антизападная. Они воспитаны так, что Запад вот виновен в каких-то преступлениях против прогрессивного и углеченного человечества. Субтитры создавал DimaTorzok